Для учеников Куликовской школы разговор этот был немного неожиданным. Встречу начала Марина Букина, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дмитровского муниципального района. Она пригласила выйти к ней ребят возраста 14, 15, 16 и 18 лет. Ввела их в вполне реальную ситуацию, где они отмечают совершеннолетие друга, распивая пиво на детской площадке. За этим занятием их застает представитель полиции и предлагает пройти в отделение. Далее всем присутствующим в зале ученикам был задан вопрос, какая мера ответственности ждет каждого из ребят. Именно темам административной и уголовной ответственности был посвящен этот разговор. С 7 по 14 апреля этого года проводится по всей Московской области в образовательных учреждениях акция «Здоровье, твое богатство». И вот комиссии по делам несовершеннолетних было принято решение, чтобы эту акцию провести в удаленных школах, сельских школах. И мы выбрали таких нескольких школ, как Куликовская школа, в которой мы сейчас находимся, Семеновская, Подьячевская, Катуаровская, Рогачевская и Гришинская школы. В продолжении ситуации школьникам несколько раз проговорили, что административная ответственность у несовершеннолетних наступает с 16 лет. Разговоры на важные темы с учениками сельских школ вели инспектор ГИБДД, инспектор линейного отделения полиции на железнодорожной станции Дмитров, представитель прокуратуры и, конечно же, представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мы берем наш любимый возраст комиссии по делам несовершеннолетних. Это возраст от 14 до 17 лет. Это те подростки, которые уже достигли или только достигают возраста административной уголовной ответственности. Считаем, что правильным и нужным именно этот возраст, потому что у нас многие ребята заканчивают 9 классы, многие 11 классы. Почему это связано? Еще мы пригласили инспектора по делам несовершеннолетней железнодорожной станции, потому что многие у нас уедут в Москву. И существует ряд у нас профилактических мероприятий для того, чтобы ребята не пострадали. В связи с тем, что в 2015 году за последние пятилетия у нас было 4 случая травмирования ребят на железной станции. Перед тем, как приступить к теме уголовной ответственности несовершеннолетних, школьникам показали небольшой фильм, в котором шла речь о таком наркотическом веществе, как «Спайс». В фильме не только продемонстрировали, но и подробно рассказали, как «Спайс» убивает молодых людей. Это был правдивый фильм со страшными картинками. Екатерина Григорьева, помощник Дмитровского городского прокурора, после фильма рассказала еще несколько не совсем радостных, правдивых историй про наркоманов из своей практики. При этом она донесла до школьников, что уголовная ответственность у несовершеннолетних наступает с 16 лет. Однако есть некоторые статьи, согласно которым к уголовной ответственности может быть привлечен и 14-летний подросток. Подобные профилактические разговоры, которые охватывают сразу несколько тем и направлений, безусловно, имеют очень важные значения. И что самое главное, такие разговоры понятны школьникам. Доступно о главном. Вот цель, которую преследует каждый инспектор, выступая перед молодым поколением.